Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружения и техники. Всё. Украина сама-то ничего не производит. Но в целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов украшения России. В этом наш интерес. Вот мы сейчас думаем на тему о том, чтобы нам выйти из этой. А вообще всё будет зависеть от потенциалов. Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течёт еврейская кровь, которую возглавляет государство Украины, как он может поддерживать неонацистов. Я просто не понимаю этого. Когда они уничтожали гражданское еврейское население. Войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооружённым способом. Когда немцы говорят, вот вы начали войну, вот Путин нам агрессор. Нет, это они агрессоры. Они начали эту войну, а мы пытаемся её прекратить. Но вынуждены делать это с помощью вооружённых сил. Ну разве это не ответ на преодоление каких-то красных линий? Это контрнаступление масштабное, с использованием, как я вот говорил, совсем не данно публично, с использованием подготовленных для этих целей резервов. Оно идёт с 4-го числа. Началось с 4-го. Продолжается до сих пор и прямо сейчас. Сейчас, боюсь ошибиться, но где-то безвозвратных потерь процентов 25, ну максимум 30. У них почти 50 на 50. Это первое. И второе, вот если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона, она меньше несёт потерь. Но всё-таки это соотношение тоже, я думаю, что один к десяти. Ну, что называется, в нашу пользу. У нас в 10 раз меньше, чем потери вооружённых сил Украины. Что касается бронетехники, там вообще вещи ещё так, более серьёзные. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Кто виновен, понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Вы знаете, я вот не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен. Так, по большому счёту, мы не фиксировали больших взрывов. Но дело в чём, при тем, как разрушение произошло. Но, во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно химорсами били многократно по Каховской газ. Вот ещё всё дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю. Может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение. Конечно, в ходе специальной военной операции стало понятно, что многих вещей не хватает. Это высокоточные боеприпасы, высокоточные, средства связи. ВПЛА. Да. Значит, и летательные аппараты, вот эти беспилотники и так далее. Они у нас есть. Нам, к сожалению, их не хватает. Ну, количественно. Вот сейчас, на данный момент времени, набрали свыше 150 тысяч. А вместе с добровольцами – 156 тысяч человек. 156 тысяч. А у нас мобилизация была 300, как мы помним. Взади ла есть. Вопрос в наращивании. За прошедшую неделю по контракту, предписали контракт, 9,5 тысяч за неделю. Полкорпуса. Вот. 9,5 тысяч человек. В этих условиях Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет. На сегодняшний день.